Какая у вас сейчас тактика лечения субретинальных кровоизлияний на фоне ВМД, например? Если это кровоизлияние относительно небольшое, ну где-то до 3-4 объемов дискоизрительного нерва, то я использую методику нашу, которую мы уже предложили с коллегами, я не знаю, лет, наверное, 8 назад, достаточно успешно она работает. Тройное эндовитриальное введение антивиджев препарат, гемаза и газ. Это, конечно же, надо делать с парацинтезом, потому что 3 этих препарата одновременно просто так не поместится в витриальную полость, не хватит места без витриктомии, по крайней мере. Поэтому мы делаем парацинтез, из него немножко стравливаем жидкость, ждем пока жидкость из витриальной полости, из задней камеры немножко выйдет и опять наполнит переднюю камеру, чтобы еще получить лишний объем небольшой. Еще немножко стравливаем переднюю камеру. И на одной игле вводим антивиджев, снимаем шприц, одеваем другой шприц с гемазой, снимаем шприц и одеваем шприц с газом. Газ я ввожу, не разбавляя, потому что большой объем газа все равно не поместится, а маленький объем газа, даже если он расширится в 3 раза, пациент у нас ходит лицом вниз, он не сместит никак хрусталь, то есть не вызовет резкого повышения приглазного давления, он будет как каток работать. Пациенту я при этом рекомендую сначала полежать на спине около часа для того, чтобы подействовали в первую очередь антивиджев и гемаза, чтобы доступ к макулеям был легче, а потом ходить лицом вниз таким образом, чтобы газ мешал ему видеть, чтобы он все время по центру поля зрения видел этот пузыречек. Пациент все равно не будет так ходить постоянно, он все равно будет поднимать голову, опускать, поднимать и опускать, и газ будет работать как вот такой каток, который откатывает кровь. Вот, есть у нас результаты, ну вот прям потрясающе хорошие, то есть буквально с сотых до восьмидесятых, в один случай даже до единиц, вот, сотых. Вот, единственный момент неприятности у этих пациентов, ну, через сколько-то месяцев, а иногда лет, все-таки развивается дистрофия, конечно же, в макуле, и все равно зрение снижается, но это уже даже не обязательно связано с этим кровоизлиянием, а связано с процессом прогрессирования ВМД. Если массивные субретинальные центральные кровоизлияния, то тут уже все-таки совсем другая, конечно, тактика. Тут мы делаем нитрактомию через, делаем локальное удаление внутренней пограничной мембраны и субретинально вводим гемазу немножко с воздухом. В первые пять дней это достаточно эффективная операция, и у меня пациенты, которые оперируют, и до 14 дней. В других работах я сталкивался, и вот мы обсуждали, что до 28 дней, но лично в своей практике я, как бы, сделал вывод, что если кровоизлияние больше 14 дней, то, наверное, перспектив особых нет. Раньше первые работы появились американские, я еще раз говорю, в 90-х какой-то первый год, очень большие были исследования, когда они впервые, у них появился цеплозаминоген, у нас еще даже понимания не было этого, и они говорят, что 14 дней, потом все-таки, все-таки, все-таки к 30 дней, но 30 дней смысл есть. У меня были случаи 2 месяца, все-таки, что-то мы получали. Все, что дальше, все, что ты не сделала, как бы ты не сделала красиво, результат будет почти приравнен к нулю. Кровоизлияние до недели делаем пневмогислокацию, то есть вводим субретинально гемазу, одновременно вводим антивиджев препарат, вводим, делаем витроктомию, вводим полуглаза газа, ну вот я делаю низкую концентрацию C3F8 или SF6, делаю полуглаза, укладываю пациента вверх лицом для того, чтобы гемаза немножко этот сгусток подрастворила, вот, и где-то минут на 30-40 я рекомендую на спине полежать, потом навок, вот, но, как правило, просим родственников, чтобы рядом сидели или контролировать, то есть если это ВМД, обычно пациенты пожилые, довольно тяжело сидеть, но… Ретрактомия, удаление задней геологии мембраны, локальный пилинг ВПМ, субретинальное введение гемазы через вот этот локальный пилинг ВПМ, не прокалывая сетчатку, а вызывая напор жидкости через вот эту зону, где отсутствует ВПМ, и введение где-то порядка там 0,3 очень сложно ввести в субретинальное пространство, но, тем не менее, это вводится, 0,3-0,4 я использую 5000 единиц, то есть 5000 международных единиц гемазы полностью, разведя ее в 0,3-0,4 полностью вложу, хотя понятно, что это off-label, и мы, наверное, можем об этом говорить исключительно как бы с пониманием пациента, что пациент на это согласен, потому что с разрешением гемаза может вводиться только в витриальную полость 500 международных единиц. В своей практике я использую фактически 5000, ну на практике, наверное, 5000 не получается, потому что часть остается в конюле, наверное, я думаю, тысячи три-четыре там происходит. После этого, если у пациента неоскулярного ВМД, я еще ввожу субретинально антивежев препарат и тампанада воздухом в витриальной полости на где-то чуть больше половины, чуть-чуть больше. Чистым воздухом? Чистым воздухом, да. Остатки, если там остался антивежев, это витриальная полость уже на воздухе, после этого пациент лежа на спине порядка 30 минут, чтобы это поработало, да, и потом переход уже там в вертикальное положение, чтобы уровень воздуха как раз сдвигал кровоизлияние. А вертикально или вниз лицом? Нет, точно не вниз лицом, это положение, то есть можно индивидуально определить, если это мы планируем чуть больше половины, то это положение близко к вертикальному, но не с лицом. Не с лицом получается, что мы полностью будем придавливать кровоизлияние, а нам задача нужно смещать сверху вниз. А гемазу как разводите? Гемазу, то есть стараясь в рекомендованное для интервитериального введения концентрации 500 международных единиц в одной десятой миллилитра. Но с учетом того, что мы подсетчатку вводим довольно большой объем, чтобы он там сместил, то есть нам надо создать пространство, чтобы где сгусток может смещаться. Небольшого объема будет недостаточно, то есть мы вводим где-то в районе одного миллилитра, миллилитра полтора, соответственно там достаточно большой концентрация получается. Я один бутылек на 0,5, а там 5 тысяч на 0,5. Ну, в принципе, я считаю, этого хватает. Если что, добавляешь, просто там время сидеть. Но то, что субмакулярно еще можно в воздух, я считаю, хорошая идея. И самое главное, допустим, я как делаю, допустим, ввел, надо иметь терпение 10, а то 15, а то 20 минут. И действительно, через 15-20 минут он начинает работать. Я иногда там начинаю глаз, вот это первоточка капля, и типа пошевелил, и он немножко работает. Внутри у тебя воздух, то есть, чтобы ее немножко размешать, вот этот сгусток. И почти огромные сгустки иногда на гемазе, прям ты видишь, как вот, как это было идеей фильм показать, как они превращаются в такую, ну, красную массу, почти все растворяются. Но самое главное, не вырывать этот сгусток, не пытаться его вырвать из подсетчатки. Во-первых, он на себе может утащить весь пигментный петель, там уже никогда ничего видеть не будет, и заодно утащат все колбочки-палочки, там тоже никогда не будет. Конечно, то, что сегодня у нас гемаза, это прекрасный отечественный продукт, еще разрешен, он вообще супер, он работает шикарно. Ну, это вопрос, гемаза, это свежесть, да, то есть, давайте еще про гемазу. Оговоримся, да, что гемаза, это прорукеназа, который активирует при непосредственном контакте плазминогены, уколы под глаз бессмысленные. Вы только это оставьте, пожалуйста, это бессмысленно. Опять деньги зарабатывают, это глупость, так сказать. Если свежее кровоизлияние, то сразу надо пациенту как-то там его оформить в операционную, гемаза, газ, и, соответственно, перевернуть там. У нас учили, что нельзя вводить в первые три дня гемазу. Чем раньше, тем лучше, понимаете, в свежем сгустке, после трех дней, каждый, он же действует на вылившуюся кровь, так сказать, ну, то есть, он активирует же рассасывающую систему в сгустке, то есть, чем он свежее, тем там больше плазминогена, чем вот третий, чем дальше, каждый день он уменьшает вероятность воздействия, так сказать, гемаза, непонятно, да, то есть, как бы, он все меньше, он же не сам рассасывает кровь, так сказать, бросается и начинает ее там разжирать, это же он напосредственно действует прорукеназа. – Куда выводите гемазу? – В стекловидное тело сначала. – А подсчетку не выводите? – Ну, сразу, сразу это технически, это уже операция, давайте мы разделим. Я не думаю, что надо сразу делать, потому что она очень хорошо отодвигается, свежая, если свежая, то есть, гемаза и газ. Человек лежит на спине сначала два часа, потом переворачивается, то есть, кровь разжирается. Задача ее отодвинуть от центра, ну, с толкнутым газом. – Антивиджеев? – Потом, потом. Ну, вместе это неправильно, так сказать, я такие методики слышал, зачем. То есть, нам надо отодвинуть первую мгновенную, то есть, моментально, как только пациент появился, максимально быстро, пока жидкая кровь, ее с помощью разжижения и отдавливания газа отодвинуть от центра вниз, в принципе, чтобы она ушла. Пусть там рассасывается, фория важна. А потом, да, уже работать с мембраной, чтобы не кровило. Конечно, я делаю максимальную концентрацию. Да, мы нарушаем инструкцию, но некий проблем. Нейроэпителий не токсичен абсолютно. Я просто, ну, я тоже говорил, что я просто с непосредственными изобретателями гемазы, так сказать, Чазовский институт. Знаете, Чазов почему стал? Потому что он придумал стрептокиназу, и Брежневу рассасывали тромбы в сердце, так сказать, а почему он стал академиком. Там большие вот эти все авторы всех этих ферментов нитрососудистых, которые мы непосредственно общались, работали, но они сказали, сколько хочешь, или нет. Нейроэпителий не токсичны абсолютно. Ну, как написано, так написано, мы спорить не будем. В истории болезни надо так писать, да, то есть, понятно. Если все-таки вы пойдете на ветриальный этап, вы будете на ветриальный этап? Ну, тогда, да, тогда все эти методики разжижать, там, отсасывать и так далее. Субритинами? Ну, конечно, конечно, естественно, непосредственно контакт. И когда мы убираем стекловидное тело и вообще работаем, мы видим, как, насколько, ну, эта кровь жидкая. То есть, ее видно под сетчаткой, что она, что она там способна либо не способна смещаться. Особенно, если задний геолоид не отделен, то мы, когда его отделяем, там проходит эта волна, и там довольно хорошо видно, как кровь перетекает. Как вы вводите? Конечно, субритинально. Более того, мы еще туда и в воздух вводим. Я ищу место, где я могу попасть четко в субнеропитеральное пространство, ну, субритинальное, а не не пройти подпигментные петели. Как положение пациентов после операционного периода? Нужно ему вниз лицом или вертикально? Нет, наоборот, нужно, чтобы полусидячий. Бывали ли у вас какие-то осложнения, которые были связаны именно с этим местным нагнетанием? Какие-то ПВР-отслойки? Да нет. Там и так уже такого в центре наворочено, что уже не до этой дырочки маленьких. К сожалению, бывали. Да, не так часто, но, в общем, было. То есть риск такой есть всегда, к сожалению. Как вводить под сетчатку что-либо? Значит, идея одна. Значит, если ты спокойненько подошел и коснулся, и вводишь, ну, можно даже пробить, и даже лучше, конечно, не в маку, потому что пигментные петели можно зацепить. Как только ты делаешь это сама со шприцом и с этой, у тебя физически рука не может стоять на месте. Ты, нажимая на поршень, обязательно расковыряешь большую дырку. Поэтому или это делает ассистент через силиконовую трубочку, или это делает машина, когда ты инжекшн ставишь. Вот если ты это пытаешься все вместе сделать, то обязательно будет осложнение. Дырка, ну, то есть дырка, которую надо будет закоагулировать, и все. Если ты делаешь просто, ты только занимаешься тем, что тыкнул, а кто-то вводит. Тогда все хорошо. У данных пациентов важно индуцировать задний отслой геолоида и быть уверенным в том, что геолоид, что сетчатка, которая будет скоро пунктирована, очищена от геолоида. И поэтому этот разрыв, который мы сами индуцируем, он просто самогерметизируется, склеится и никаких сложностей не будет представляться. Ну, если все аккуратно делать, то там 41 гетч, совсем тоненькая иголочка, мы там даже ничего не коагулировали вокруг этого места. Бывают случаи повторных кровоизлияния, но к этому надо быть готовым пациенту, в первую очередь, психологически. Поэтому, если что-то при ВМД решили смещать, то надо об этой потенциальной вероятности говорить. У меня такой был очень случай, но, так скажем, не совсем приятный. Потому что через несколько дней после смещения произошло повторное кровоизлияние, которое было значительно больше, чем первичное. И здесь тоже, собственно говоря, механизм понятен. То есть этот сгусток, ну, он пытался оторваться, и после отрыва произошло повторное кровоизлияние. И у меня даже, опять сообщение, я говорю, все секреты ты расскажешь, но были сообщения, как-то я давно, правда, делал, у меня было несколько случаев, когда вот приходит после травмы человек, у него огромное кровоизлияние в центре, и сетчатка лежит, и все плохо, и попробую, где ей там, вот. И я даже делал специально ему, говорю, вот мы сегодня два этапа, я делаю вверху дырку ему, метриатому, и отправлял на недельку. Он приходил со слойкой в сетчатку. Да. Ну, не сгустки, но сетчаткой, где мы потом расслабили, получали по пять, по три-четыре строчки. Угу. Ферменты работают, все просто. Ну, это были давние времена. Сейчас, думаю, там, где мазай, а потом было в дуге мазаешь. Вот, я думаю, а вот что, как я его выделю оттуда? Сделаю, говорю, я ему отслойку, придет ввезь недельку. Спасибо.